Початок литургии запланованы о половине 10-й ранницы, але люди почали приходить у Гомск и Свято-Петропавловский кафедральный собор за некаких один до этого. Непосредственно на богослужении присутничало некаких тысяч человек, ясчей некаких миллионов могли назирать за святкованием 90-х годов Гомске епархии в режиме реального часу. Прямая трансляция велась на всю территорию России и Беларуси. До речи, разом с патриаршем экзарком себя Беларуси Павлом, удел во врачистосих прямаюсь каля 20 епископов из Беларуси, России и Украины. У вугле значный церковный статус Гомель упершинен был в 1907 году, когда сюда на служение был призначен епископ Митрофан. Потом у Гомеля было еще два архиерея – епископы Варлаам и Миколай. Але свою офицейную историю епархия отличилась с 1925 года, когда из Могилевского викариатства она была первотворена в самостоянную кафедру. Первым епископом Гомельской епархии стал Тихон Шарапов, лез якого, как и лез шмат яких тагочасных священнослужителей, был тяжким и трагичным. Праспорта месяца после прибытия у Гомель епископа арештовали. Наступные 9 годов он провел в турмах и ссылках, а куль вел с гомельчанами активную переписку. В 1934 году епархия практически спынила свою деятельность. До речи, до развалу Советского Союза, улады поспели закрыть на Гомельчане, около 60% православных храмов. Когда закрыли храмы, меня крестили у священника на даму. И мать у меня была хростная сестра матери, а хростным была матушка. 20 липня 1990 года – еще одна значная дата в истории Гомельской епархии. Миновата у гэтый день она была знову отновлена, а ей керувником призначенный архиепископ Аристарх. Вернули верникам и их головный храм – Гомельский Свято-Петропавловский собор. Некаких годов до этого будинок не выкористовывался и приходил в занепад. Отновляли его литерально всем светом. Некто охверовал гроши, некто бесплатно працевал на отновлении святыни. Сегодня Гомельская епархия объеднула 160 монастыров и приходов на территории 11 районов в области. До речи, кофись храмов после отраджения епархии поэлечилась амаль у 4 разы. Непосредственно подчас светкования заплановано открытие ящедной церкви у гонора святого Иоанна Война у Жлобини. Церковь делает все возможное, чтобы в людях воспитать вот это доброе отношение и к земле, и к отечеству своему, и к своему дому, к своим родителям, и ко всем окружающим людям. И вот эти 25 лет возрожденной Гомельской епархии свидетельствуют сегодня наши прихожане, наши службы, наше благочестивое, вот такое настроение доброе. Так что положили труды и основания наши предыдущие поколения, нам хватит еще очень много работы и последующим поколениям. Хочется пожелать, чтобы мы воспитывали в людях хорошие, добрые, вечные, святые. И Господь будет нас всех благословлять. Алиэксинчуро, вели рэкопанько, телерадо, компания Гомель.